приветствую всех кто меня смотрит подписан на мой канал и кто первый раз видит мое видео я вас также приветствую и сегодня такой день что погода радует и солнышком вот за окошком и не сильно так жарко телефон показывает мне что 20 градусов в обруцове но не так сильно жарко потому что ветрено еще и это радует но теперь я вас покажу вам объект на котором нахожусь и покажу на каком этапе насколько мы продвинулись что мы успели сделать и это уже если мне память не ошибает не ошибает не не подводит меня память уже слова так немножко из кого и ковыряю если не подводит меня память это уже третье видео потому что я этот объект после второго видео я уже давно не снимал в общем покажу вам этот объект и напомню что этот объект мы делаем в бетонном блоке вот запуска видно такого плана типа 90-х 80-х годов из трешки мы делаем две двушки то есть это отдельно спальня вот и кухня салона небольшим где можно посмотреть телевизор здесь будет телевизор розеточки видно и можно выпить кофе на диванчике возможно будет диванчик потому что мы делали на роговской такую квартиру это там был диванчик и в одной квартире было кресло то есть по разному все зависит от места насколько здесь можно будет установить мебель и какую вам меньше слов больше буду показывать значит так как уже показывал еще раньше мы перестенки все снесли они из кирпича и можно по потолку заметить где были перестенки поэтому новые перестенки из гипсокартона вот как видно гипсокартон профиль внутри вата не того то которую можно кушать и она сладкая нет это обычно обычная строительная вата дальше несущие стены также гипсокартон клеены но перед этим мы грунтуем кварцевым грунтом вот он вот такой вот тут есть инструкция на русском и на польском кому интересно и для того чтобы хорошо связались хорошо приклеились данные плиты на клей и потом в будущем не отпали почему здесь не поклеенная стена и спальня стена где окно потому что мы ждем замену окон окна очень конечно такие еще старые по ходу когда дом строили вот они остались здесь вы должны сделать здесь открыть очень мог на так себе нуждаются в замене на пластиковые и поэтому мы ждем когда поменяют окна после окончиков мы выклеиваем плиты и что еще здесь обрезали нам трубы демонтировали батареи чугунные батареи и потом мы здесь переходим на пластиковые трубы и ставим обычные батареи поэтому вот так вот такое все здесь происходит здесь фартушек уже поклеен серая плитка значит что здесь у нас будет индукция и духовка здесь у нас будет посудомоечная машина снизу и здесь у нас будет раковина шкаф будет угловой то есть 88 88 и здесь еще будет холодильник мы не клеим за холодильником до конца потому что LOT холодильник будет где-то до этого места потому что нет смысла клеить плитку без до холодильника то есть мы заходим за этот шкаф холодильник кстати будет встроен и в шкафу и и так этот шанс закрывает эту плитку то есть нет смысла клеить до конца белгоETH того места дает этот шкаф и все и будет на пauлинаoplude ну и как стандартно вверху также шкафы то есть у нас две рабочие розетки это для холодильника здесь у нас будет посудомоечная машина индукция и как его перед этим говорил и забыл духовка электрическая духовка я хотел постоянно некоторые слова хотел сказать по-польски что всем было понятно потому что они все понимают вот ну и передавали конечно воздух вода идет там за стеной начинается и тут заканчивается там у нас ванная комната я покажу ее позже тут у нас такой проход красая стена тут у нас будет шкаф тут у нас возможно будут полочки и кстати что еще хочу сказать помните кто смотрел предыдущее видео тут был щиток щиток и счетчик все это выключалось электрика свет и счетчик перенесли и вот это вот разделитель такой специально чтобы ту проводку которая старая соединить с новой я вам покажу пойдем будем через коридорчик проходить я вам покажу этот счетчик и тут спальня у нас спальня стены которые с профиля тут клеем стену тут клейная стена уже стены пошпакленной пошлифованный еще не грунтованные потому что еще будем пылить пыльные работы будут поэтому еще мы стены не грунтовали ну и так же самое там по меня демонтировали обогреватель на крайнике поставили и будем монтировать новые полы у нас как всегда ламинат потолки у нас натяжные вот шеф у нас заказывает натяжные потолки это выходит дешевле чем профиль гипсокартон шпаклевка и даже быстрее выходит натяжной потолок чем гипсокартона поехали теперь ванная комната вот конечно и ванна комната в таком стиле у нас также серая плитка вот стены клею до потолка и вот эти подрезки видно и не буду потому что там будет также натяжной потолок и профиль опустится принципе будет на уровне этих швов так что этих швов видно не будет это подрезка эта подрезка спрячется вот здесь у нас унитаз на этой стене и по правой стороне у нас еще будет пенал то есть шкафчик такой 30 на 30 здесь у нас счетчики новые сантехниками потому что она не позволяла высота в эти счетчики подняли наверх выше и вот так выполнена из профиля то есть мы все сделали конкретно четко чтобы это было надолго и прочно а счетчики были где-то в этом районе снизу вообще было неудобно потому что еще унитаз замонтируется и никак нельзя будет их потом обслуживать проверять данные тут у нас решеточка будет тут раковина и зеркало и тут душевая кабина 80 на 8 80 на 80 полукруглая и вот здесь у нас будет стиральная машина вот так и батарея остается потому что ее невозможно тут поменять поэтому остается и все вот эти стены которые видны из гипсокартона шпаклеваны это все под покраску двери здесь двери в ванную комнату 70 здесь тоже 70 входная дверь здесь 80 вот то есть здесь квартира в стиле ванной комнаты фартук серого цвета здесь мы уже переходим в другом стиля хочу вам показать коридорчик дверь мы меняли здесь мы вот уже клеили чтобы не так было слышно соседей чтобы мы поклеили еще дополнить то есть идет два профиля сотка гипсокартон гипсокартон внутри вата еще мы поклеили вату пятерка и вот такие 0 сетку пошпаклеваны то есть подготовлено под как делают на фасадах тут мы называем это путь уже подготовили то есть остается только загрунтовать сделать путь также здесь здесь нам не хватило вас ты и магазине было ваты поэтому пенопласт купили который делается кладется на стяжку это телевидение интернет будет щиток надо мной на квартире отдельный щиток и там также отдельный щиток и вот этот счетчик уже перенесем потом он закроется будет все четко а здесь на потолке будет освещение лампа с датчиком движения здесь плитка в таком стиле с рисуночком светлая и рисунок типа подбрамор что-то такое фарту тоже таком стиле и что мы хочу показать уважаемые клиенты посмотрите на эту работу как это все выполнено шлифование угла под 45 градусов вы видите и это я вам хочу сказать работа сделана вручную без водной машины то есть все подрезается шлифуется ручная работа да и поехали дальше я вам буду еще отвлекать вас и показывать еще такие фишечки которые немногие делают немногие мастера это делают тут был газ мы его закрыли потом здесь будет отдельная ревизия чтобы вдруг если что-то можно было бы открыть и все проверить так что вдруг придут и проверить а тут будет ревизия все будет четко также сама вопрос здесь окно меняется но вопрос в чем что вы видите это неровный потолок или неровно замонтировано окно вот так я вам сделаю что это такое как где вот без уровня вот вы смотрите и нет уровня я даже не прикладываю уровень неровное окно или неровный потолок вот это загадка что ну так же само натяжной потолок ламинат и все такое стены под покраску здесь была когда-то кухня и она как бы остается и смотрите как мы также выполнили работу по сантехнике как мы поменялись учетник как красивенько сделали да вот так и также пустили воду по потолку и ванную комнату вот сюда вот так значит ванна и комната спальня вот так выглядит что еще по окну видите что стена не закончена что здесь будет то есть они здесь ставят широкий профиль чтобы потом нам эту стенку можно было закрыть то есть окно здесь видите как бы почти как вместе на вот дверь вот окно но здесь они как бы его сделать так но короче и дверь немножко получается что так что здесь будет гипсокартон и где-то возле и они вот в этом месте где-то они сделают такой широкий профиль пластиковый слой да оконный мы сюда замонтируем свой профиль металлический и закроем эту стенку все будет чётенько что вам еще показать идемте уже ванную комнату кстати балкон тоже в таком стиле сейчас покажу открою дверь порог я клею уже когда они поменяют прошу прощения поменяют уже окна то потом же теперь ванная комната поехали и вот обратите внимание также что я вам хочу сказать вот здесь видите отверстия круглые многие может не многие но 50 на 50 делают квадратное отверстие почему потому что так выгодно меньше старания меньше времени это занимает вот и но у меня такой у меня такая политика я так это делаю что круглые отверстия здесь и смотрите что еще а это заглушка как бы наша но все прочно все очень прочно держится не шатаясь даже здесь смотрите все отлично все супер а теперь покажу вам я вам показывал плитку шлифованную звуста есть две плитки до соединения а теперь я покажу таких три шва их когда это все одно целое смотрите в таких местах мы делаем силикон потому что фуга она трескается она потом со временем крушит и трескается то есть мы здесь будет силикон то есть обязательно делается силикон внутри внутри но также сделаем силикон также сама и танки унитаз полочка будет тоже и что еще хотел сказать одну фишечку посмотрите внимательно многие также делают квадратные отверстия под розетки но обратите внимание здесь идет закругление здесь идет закругление внутри то есть плитка в плитке вырезано отверстие не квадратная а круглая идемте покажу в ту квартиру вам очень хорошо это видно на этой серой плитке смотрите вот заметно круглое отверстие все четенько поэтому друзья но если ремонт сделать качество это будет надолго и и как всегда я вам показываю что каждом объекте у нас порядок везде порядок в ванной комнате тут везде у нас порядок единственное что у нас здесь сложены больше всего инструментов и складываем еще мусор потом при возможности когда нам приходит доставка мы этот мусор вывозим так что ребятки мастера всегда на объекте должен быть порядок так что ну в общем что все вроде все такое вам показал все немножко объяснил и до следующего видео потому что мы еще сюда придем я уже работаю некоторые сделал сюда мы придем еще после того как окна поменяем еще здесь будем работать с нам надо закончить этот объект а это говорит о том что видео еще будут а чтобы это видео не пропустить вы подпишитесь на мой канал может вам это ничего и не даст ничего это не стоит но мне приятно и комментируйте видео чтобы мы вам может быть что-то отдельно объяснить там по поводу плитки например или по поводу ванной комнате или по каких-то по каким-то другим вопросам нюансам то есть вы можете оставить под видео комментарий я могу снять потом отдельное видео там по нужному вам вопросу ну и конечно чтобы не пропустить нажмите на колокольчик и я как всегда низкий поклон вам и да прибудет с вами качественный ремонт всем пока